В этом видео еще один обзор еще одного конструктора сайтов для КМС Joomla. Посмотрим, какие есть возможности и произведем установку на Joomla. Итак, у меня уже это по счету, по-моему, третий конструктор, о котором я хочу рассказать. Первый был SPPatchBuilder, вы, наверное, видели мои уроки, а второй был Gridbox. Сегодня же я хочу рассказать о Quicks или Kex. Честно говоря, не знаю, как правильно произнести. Поправьте меня в комментариях, если вы знаете, как это произносится точно. Через переводчик вроде как Kex, но мне кажется, звучит намного лучше, если это будет Quicks. В любом случае, прошу прощения заранее за мою неграмотность. Так, сайт разработчика вы видите здесь. Можно перейти на вкладку Quicks и посмотреть, что здесь есть. Изначально, конечно, выглядит все аппетитно. Видим, тоже есть плагины, которые можем использовать в построении сайта на Joomla. Давайте посмотрим, какие здесь есть особенности. Market Drop and Drop. Это уже не новое. Здесь уже понятно, как делаются колонки из небольшой гифки. Какие особенности? Если это на самом деле так, то, что они позаботились о производительности, потому что у всех конструкторов есть слабое место. Это скорость загрузки страницы. То есть сайты, как правило, тяжелые. На это нужно обращать внимание. Далее важный момент. Это работа с шаблонами. То есть здесь показаны логотипы известных брендов, известных фреймворков, я бы сказал, на которых создаются шаблоны от разных студий. И одни из самых популярных, я вижу, здесь присутствуют. Один из них самый такой популярный, наверное, это Helix 3. Говорится о том, что, видите, работает данный конструктор с многочисленными шаблонами. Дальше видно, что это работает и со статьями, что есть быстрые блоки. И давайте посмотрим, что же здесь есть еще. Видим, что есть плагины, присущие любому конструктору. Это аккордеон, бар, кнопки, иконки и так далее. И крутим в самый низ. Есть бесплатная версия. Видим, здесь помечается галочками, что здесь доступно. В рамках этого видео я буду тестировать бесплатную версию. Посмотрим, как будет дальше. Если это будет действительно интересно, мы воспользуемся коммерческой версией. Какие здесь есть тарифы, также можете ознакомиться сами. Давайте сразу приступим к скачиванию бесплатной версии. Кликаем по кнопке «Скачать». Ставим галочку «Я принимаю правила и условия». Оформить заказ. И чтобы скачать бесплатную версию, нам нужно зарегистрироваться или войти. У меня здесь уже есть учетная запись. Я просто авторизовался. Вы, конечно же, можете здесь зарегистрироваться. Спасибо за заказ. И нажимаем «Скачать». Что мы здесь видим? Видим QX 182. Какая-то старая версия. 1.9.3. Потом 2.1.beta. Есть полный пакет. Я так полагаю, это скачать все вместе. И рекомендуется скачать. Давайте скачаем полный пакет. Посмотрим, что там есть. Сохраняем на компьютер. Посмотрим. Откроем архив. И видим здесь папка «Language». Видим здесь плагин «Systemqx». Плагин «Quickicon». Дополнительные плагины. Есть даже модули. И компонент «Сам компонент». И видим здесь файл XML. Значит, это весь пакет устанавливается целиком на Joomla. Итак, давайте произведем установку на Joomla. Установить, как обычно. Перетаскиваю компонент. Итак, компонент успешно установлен. Нажимаем на кнопку «Get Started». И нас с вами перебрасывает в компонент «Quick pages» в странице. Давайте установим русификацию. Русификатор также устанавливается поверх. Он находится у нас вот здесь, вот в компонентах. И своя вкладка появляется здесь. Позже ее также разберем. Переходим в компонент. Первое, что мне интересно, с какими компонентами интегрируется наш Quicks. Если мы с вами перейдем на вкладку «Интеграции», видим, что здесь такой весь ползунок. И у нас уже включена интеграция «Articles» — это статьи и модули Joomla. То есть в модулях HTML и в статьях мы можем использовать этот компонент. Но это что-то похоже, как в SP Page Builder. Дальше есть интеграция с К2 известными компонентами «Virtuomat», «Hikoshop», «Zoo», «EasyBlock» и другие компоненты. И «J2Store». На вкладке «Элементы» у нас показаны те элементы. То есть это «Button», «Images», «Tab», «Video». Это все то, что мы можем перенести и использовать, по сути, конструировать страницу. Это все то, что доступно в бесплатной версии. Продолжение следует...